Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. По миллиону тенге получат выпускники вузов, выбравшие работу в селах Акмолинской области. Такое решение недавно приняли депутаты Маслихата. На единовременную помощь могут рассчитывать врачи и фармацевты. Эта мера, уверены власти, поможет решить проблему с дефицитом кадров. В медучреждениях региона около 400 вакансий. Давайте ротик посмотрим. Покажи зубки, тетя. Выпускница алматинского медвуза Сельсипенова после получения диплома врача, не раздумывая, выбрала для работы сельскую местность. Уже как три месяца она детский педиатр в поликлинике села Краснояр. Положенный ей один миллион тенге планируют направить на улучшение квартирного вопроса. Я могу и оснащение получить себе какое-то педиатрическое, и в условиях жилья могу себе помочь приобрести. Даже если государство нам дает на жилье кредитование, то это полноценно не хватает. Поэтому если миллион дают, то можно еще лучше жилье приобрести. Люди нуждаются в помощи специалистов. Здесь нехватка врачей. За счет этого нужно привлекать такую молодежь. Подобная финансовая поддержка поможет привлечь в регион новых специалистов, уверена Сельсипенова. Их здесь как раз и не хватает. Сейчас медучреждения области нуждаются почти в 400 врачах. Как отметили в профильном ведомстве, дефицит кадров пытаются решать различными способами. Предусмотрено также выделение привыкшим молодым врачам жилье. В этом году мы предоставили 34 врача обеспеченные жилье. Также по программе диплом село, которая действует на сельскую местность, привыкшие молодые врачи имеют право получать подъемные в размере 100 МРП. Это 252 500 МРП и кредит 1500 МРП на строительство либо на приобретение жилья. Также предусматривает подъемные за счет медицинских организаций. Медицинских организаций от 100 тысяч до 150 тысяч. В нынешнем году работу в селе выбрали 33 молодых специалиста. Все они в ближайшее время получат по 1 миллиону тенге. Сейчас, по словам представителей управления здравоохранения, жители сельской местности нуждаются еще в 88 врачах. Азамат Казжанов, Анатолий Поляна, Акмолинская область, Хабар, 24. 24-летнего мужчину, который демонстрировал оружие на видео из соцсетей, задержали полицейские в столице. На запись правоохранители обратили внимание в ходе мониторинга интернет-пространства. Как выяснилось, в июне 2017 года задержанный уже был осужден за хулиганство и умышленное повреждение имущества. В начале года суд заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы. С того времени он находился на пробационном контроле. Но теперь ему грозит реальный срок. Кроме того, задержанный водитель и мужчина, снимавший видео. Проводится досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса республики. К событиям в мире. Пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего, штата Калифорния. По данным местной полиции, все погибшие были членами одной семьи. В частности, скончались дети в возрасте 3, 5 и 9 лет, а также 29-летняя женщина и 31-летний мужчина. Правоохранители отметили, что на месте массового убийства был найден выживший 11-летний подросток. Его доставили в больницу с огнестрельным ранением. Состояние ребенка медики оценивают как критическое. Предполагаемый стрелок – один из членов семьи. Полиция не уточнила, кто именно, сославшись на продолжающееся расследование. Войнаслужащие расквартированного в Гонконге гарнизона Народно-освободительной армии Китая вышли на улицы города для расчистки баррикад и мусора, оставленных протестующими на дорогах в разных районах мегаполиса за последние дни. С понедельника в городе не прекращался хаос. Протестующие создавали настоящий транспортный коллапс, из-за чего в нескольких университетах, а также во всех школах и детсадах Гонконга отменили занятия. Некоторые отделения банков и ряд магазинов также оставались закрытыми. Ставшее известным на весь мир французское движение «желтых жилетов» отмечает год своего существования. К этой ключевой дате лидеры запланировали серию мирных манифестаций, но в Париже одна из них превратилась в поле боевых действий. Спустя несколько месяцев затишье во Франции вспыхнули беспорядки. Вместо событий рассказывает наш корреспондент. Первую годовщину существования своего движения «желтые жилеты» планировали отметить за декларированными манифестациями в разных точках города. Но главным местным событием стала площадь Италии. Пришедшие сюда манифестанты уже несколько часов не могут покинуть ее, потому что все выходы заблокированы полицией. Но находиться здесь также невозможно. Повсюду используется слезоточивый газ. Еще год назад никто себе и представить не мог, во что выльется народное возмущение по поводу роста цен на бензин. Сейчас о топливном налоге никто не вспоминает. Недовольство за год выросло в глубокий социальный кризис, и он сейчас на площади Италии дошел до точки. «Желтые жилеты» пришли выразить свой протест, но столкнулись с жестким ответом полиции. Я пришла сюда не для того, чтобы праздновать день рождения. Я пришла, чтобы сказать «стоп». Я проехала несколько сотен километров, чтобы защитить наши ценности. В течение года я поддерживаю движение «Желтых жилетов». Я с 15-летнего возраста участвую в манифестациях, в том числе и против пенсионных реформ. Обычно силы правопорядка во Франции должны обеспечивать безопасность манифестантов, но в этот раз вышла с точностью да наоборот. Похоже, что полиция решила ограничить действия бастующих этой площадью, поэтому закрыла все выходы. И вот тут оказались в ловушке все – и мирные участники, и журналисты, и радикально настроенные молодежь. Когда мы попытались выйти отсюда, силы правопорядка, полиция нам угрожали. Я лично хотел выйти, и мне пригрозили травматическим оружием, которое является военным орудием вообще-то, которое может сильно ранить. И это недопустимо. Франция – страна прав человека и демократии, но у нас их больше нет. Итог дня на площади Италии. Разбитые остановки, взломанный торговый центр, сожженные самокаты и мотоциклы. Есть и пострадавшие. Позже префектура полиции отзовет разрешение на манифестацию и начнет эвакуацию людей с площади. Годовщина желтых жилетов показала – за год понимания между властью и народом не прибавилось. А значит, снова будут и протесты, и столкновения. Алия Сыздыкова, Бекхан Типсаев, Хабар-24, Париж, Франция. И возвращаемся к событиям в нашей стране. Андрей Бабушин из Петропавловска разработал радиолокационную систему. Беспилотный летательный аппарат с помощью радиосигнала способен фиксировать утечки на нефтепроводах за очень короткое время. Для получения сверточных данных необходимо задать определенную программу, а дальше все на автопилоте. Вместо камеры – тепловизор. По простоте производства, практичности и точности данная технология, по словам юного изобретателя, не имеет аналогов в мире. Проект Андрея разрабатывал вместе с научным руководителем несколько месяцев и уже защитил его на областном конкурсе. Теперь планирует принять участие в выставке стартапов в столице. Ноу-хау заинтересовала одну из российских компаний, с которой школьник уже начал сотрудничество. На участке около 100 километров может определить утечку, если в эту трубу пойдет давление. На участке километров все равно это весьма продолжительное расстояние. На этот участок направляется беспилотник, который сможет буквально за один запуск облететь весь этот участок и вернуться обратно. Он произведет мониторинг, исследование, назвать как угодно, трубы и вернется уже на землю с точными данными. Смекалки сельских жителей не перестаешь удивляться. Порой из подручных материалов и старых запчастей в деревнях создают удивительную технику. Например, житель села Каратерек по Владарской области смастерил целый модельный ряд мини-тракторов. Ербулабишев испытал надежность самодельной техники. Аккумулятор, стартер, замок зажигания. Все как положено. На чудо-техника прошла все испытания и готова к эксплуатации. Местный курибин, так иногда называют автора этой машины, уже не удивляет своих односельчан. Люди знают, если дело мастера боится, то у сельского учителя Береккова Жанысова просто руки золотые. В этой технике в основном старые узлы и агрегаты от жигулей. Поставил два жигулевских моста. Поэтому удалось сделать его полноприводным на четырех ведущих колесах. Рулевая колонка тоже от жигулей. Седьмой модели. Коробка пятиступенчатая. Рационализаторские способности у него проявились еще в молодости. С возрастом появилось время их реализовать. Мастерить в маленьком гараже к детальным чертежам не прибегает. Все придумывать на ходу. Единственное, габаритные расчеты будущей техники вырисовывать на бумагу. Долго думал, почему бы не попробовать сделать мини-трактор. В деревнях много кто делает самоделки. Прикинул, нарисовал схему. По этому наброску и начал собирать конструкцию. Потом пришла идея, почему бы не использовать навесное оборудование. Такое, как ковш или кун. Пригодится же в хозяйстве. Как видите, получилось и неплохо. Я, конечно, не имею опыта вождения на тракторе, но в данном случае осмелился сесть на эту самодельную технику. И знаете, трактор довольно удобен в управлении и достаточно мобилен. Атроизобретение говорит, что применил здесь так называемый метод переломки. Это когда центр тяжести ковша смещен на середину трактора. Это позволяет дать устойчивость груженному агрегату и облегчает управление. При этом мини-трактор универсальный. Им можно грузить сено, навоз, чистить снег, тянуть тележку, возить воду, словом, делать всю тяжелую работу. Самый первый мой опыт сборки – это трактор Т-40. Я сам собрал его по гайкам, по болтам. Сделал как заводской. Только документы не смог оформить. Поэтому решил, раз так, то буду делать технику на свое усмотрение. На первые мини-тракторы устанавливал мотор «ЗИТ». Тоже неплохо себя показали. Продал их. Только вот фотография этого осталась. Его собрал из москвичевского двигателя и запчастей. Телегу тоже сам сконструировал. Местные фермеры стоят в очереди за очередным изобретением рационализатора. Его техника удобна для работы в кошарах и животноводческих базах. Это уже седьмая модель нашего учителя. Он часто помогает в благоустройстве села. Его мини-тракторы компактные и очень удобные для поддержания сельской инфраструктуры. И это не единственное увлечение сельского учителя. В школе, где Берекпол Жанысов преподает уроки труда, открыл кружок дамбры. Выпускники прошлых лет подарили комплект музыкальных инструментов. Так и приучает школьный трудовик детей к музыкальному искусству. Активенец Евгений Лазарчук превратил собственную дачу в дендрари. На восьмисотках экологический активист высадил семена деревьев различных пород, которые уже следующей осенью будут красоваться в парках и сквера города. 20 сантиметров друг от друга, чтобы их было легко выкопать. На этих грядках вместо привычных помидоров и огурцов теперь будут расти дубы, каштаны, грецкие и маджурские орехи. Планами заняться озеленением родного города волонтер Евгений Лазарчук поделился в социальных сетях. Сначала семена начали приносить неравнодушные актюбинцы, а затем и присылать жители Алматы, Москвы, Новосибирска, Красноярска и других городов. На этой части тоже будет оккультивирована земля и высажены уже другие, не ореховые, которые размножаются вот такими желудями, а именно семенами. Клен, катальпа, глядичи, вот привезли нам ребята с Актау, много семенов с Новосибирска приехали, альха, осина. Идея защитить легкие города появилась после массовой вырубки зеленых насаждений в областном центре. Деревья уничтожали из-за строительства парков и зданий. Евгений организовал волонтерское движение Актубе Дыши. В этом году волонтеры высадили около 600 деревьев разных видов. Основная наша задача изменения микроклимата, вот как мы себе поставили цель, будем ее добиваться, в том числе и зеленый пояс города Актубе. Он должен существовать, что мы должны быть защищены от ветров, от непогоды, от выбросов, которые у нас идут, промышленности, от этого никуда не деться. Надо этим заниматься, потому что увеличиваются анкологические заболевания и тому подобное. Астматиков стало больше, аллергик. В команде Евгения Лазарчука около 40 помощников. Теперь активисты вместе со студентами проведут инвентаризацию. Деревья и кустарники пересчитают и внесут данные в единую базу. Как это правильно сделать, научат дендрологи из Москвы. Там эта работа ведется уже давно. Этим занимаются специальные организации, имеющие в своем штате профессиональных дендрологов, то есть ботаники, которые занимаются непосредственно деревесными кустарниковыми формами. Также привлекаются еще более узкие специалисты-фитопатологи, то есть те ученые, можно говорить, которые могут сделать оценку состояния дерева, определить, какое заболевание, допустим, если это необходимо, дать какие-то рекомендации по уходу, по лечению. Эксперты считают, что сделать областной центр зеленым и цветущим можно. Для этого нужно прекратить непрофессиональную обрезку деревьев, после которой остаются одни стволы. Кроме того, высаживать деревья впредь решили только там, где будет система полива, чтобы саженцы не засыхали. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Октубе, Хабар-24. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok